Здравствуйте! В эфире Первая студия и я ее ведущий Валентин Панферов. 7 мая в Казахстане отмечается День защитника Отечества. О престиже воинской службы, патриотическом воспитании и об отношении мужского населения к долгу родине поговорим с Муратбеком Жубанышевым, руководителем Общественного объединения Союза ветеранов Афганистана, Республики Казахстан, города Кустаная. Здравствуйте! Прежде всего хочется спросить, какие мероприятия проводит Ваше общественное объединение? Общественное объединение проводит мероприятия, посвященные нашим ребятам, погибшим в Афганистане. Это по рукопашному бою, по волейболу, по баскетболу, по греко-римской борьбе. Это там они разные, разные, посвященные герою Советского Союза Ухабову и нашим погибшим ребятам, потому что с Кустанайской области на данный момент насчитывается 67 ребят, погибших в Афганистане. Кроме этого, мы проводим не митинги, а возложения. Это 25 декабря возложения на Парке Победы к нашему мемориалу. Там у нас 25 декабря считается днем ввода войск, это памятная дата, поэтому мы ежегодно возлагаем цветы, венки. И основное мероприятие это 15 февраля, именно по нашей тематике, день вывода войск. Он сейчас у нас в календаре праздничных дней наших считается как день вывода войск с Афганистана. Проводится концертная программа «Декамерас», собираются наши ребята, мы делаем возложения на Парке Победы. И на 7 мая, на 9 мая нас в основном приглашают по школам, колледжам, проводим патриотическое воспитание молодежи, уроки мужества. И 9 мая уже возложения делаем на Парке Победы к мемориалу наших дедов, погибших в Отечественную войну. Это уже ежегодно наше. Просто вот эти два года пандемия была, мы небольшим количеством возложений делали. А сейчас уже, конечно, если все встанет в свое вросло, будем уже организованно большим количеством народу ставить. Проводимые спортивные мероприятия, они проводятся для детей, школьников или для, например, взрослого населения? Нет, там у нас по баскетболу среди детей Кустановской области. Это уже ежегодно, все баскетболисты знают эти. У нас оно не один день, там, по-моему, в этом году было 3 или 4 дня оно проходило. Как раз к дню вывода войск, мы стараемся его провести. Это герой Советского Союза Ухабов. Правда, он наш земляк с Миндагаринского района, но он после гибели был похоронен в Москве, потому что он там начислился. По волейболу в эти два года не было. Сейчас, пока, наверное, может, на следующий год постараемся провести. Это среди ветеранов волейбола памяти Винника проводится мероприятие. По рукопашному бою памяти Игоря Шилла проводим. И по греко-римской это в апреле месяц. Сейчас в этом году перенесли, немножко не укладываемся. На 6-7 июня это будет память погибшей в Афганистане. То есть такие мероприятия затрагивают и в спортивную жизнь, и, наверное, еще какая-то диалоговая площадка создает? Да, стараемся диалоговую, потому что мы сами присутствуем на этих мероприятиях. Если желание есть, мы диалог создаем без проблем. Как Вы отмечаете день вывода войск из Афганистана? То есть это для Вас все-таки трагичный день? Или это что-то смешанное и вроде бы счастье, что война закончилась? Скорее, наверное, это счастье, что война закончилась в этот день. Она закончилась для нас, можно так сказать. Потому что мы знаем, что по сей день в Афганистане эта война проходит. Она до сих пор не закончилась у них. Эти распри не кончаются. Но в тот день наши войска вышли, и уже наша страна могла спать спокойно, потому что наши ребята не попадали на эту войну. Кто является участниками Вашей организации? В основном это ребята, прошедшие в Афганистане службу. Офицеры у нас есть. И сейчас у нас в законе о ветеранах добавили пункты на Горный Карабах. И там у нас миротворцы, которые в Ираке были, таджико-афганские. Но таджико-афганские свои сделали организацию. А вот карабахцам им некуда пока податься. Они приходят к нам. Я так понимаю, что такие организации, они в каждом регионе есть? В каждой области. Смысла нет в каждом районе содержать. Потому что в основном деятельность это общественная. За своими силами все проводим. Государство в этом помощи не оказывает. Единственная помощь, что нас спортивные клубы понимают, приходят к нам навстречу, идут нам навстречу. Дают залы для проведения мероприятий. Все. Расскажите о своей службе. В каком году она проходила? Я здесь призывался с Кустаная в 86-м году. В октябре месяце я закончил летом автодорожную технику. Мне было уже 19 лет. Призывался с Кустаная и попал в учебное подразделение. У нас в Батуми была пехота. Три месяца это ускоренная подготовка. То есть тот объем подготовки, который проходит за шесть месяцев, мы прошли за три месяца. Уже с подготовкой чисто для Афганистана. Мы уже знали, что мы попадем в Афганистан. Поэтому это каждый день стрельбище, каждый день бег, маши броски. И уже знали, что будет в дальнейшем. Через три месяца, в феврале 87-го года, прибыл в Афганистан. Там нас распределили. Я был в Джабале. Это местечко такое за Салангом. Перевал Саланг. Все, наверное, знают его. Мы сопровождали колонны. У нас была техническая помощь колонн. Наши колонны через перевал Саланг ходили, проводили боеприпасы, продукты питания. Все необходимое. Помощь афганскому народу возили. Все, что возилось, мы сопровождали с туннеля на Саланге до Черекара. Вот этот отрезок дороги наш был. И сколько вы прослужили в Афганистане? В Афганистане я прослужил, получается, день в день, где-то ровно полтора года. В 1988 году, 11 августа, я уже выехал на своей машине. У нас вывод начался, второй этап. И мы выехали в Термезе. В Термезе сдал свою технику. И дальнейшая служба у меня была в Абакане. Это Хакасия. Тут сразу же интересно, недавно был у нас день единства народа Казахстана. Советская армия, это, наверное, очень яркий пример дружбы народов. Как проходила служба, возможно, с русскими, с другими национальностями? Были ли какие-то расприи, либо это было дружно? Нет, конечно, это было дружно, потому что там надо чувствовать локоть своего сослуживца. Потому что, во-первых, мы постоянно ходили в колоннах, сопровождение вели. Если какое-то нарушение будет, движение, значит, попадаешь сразу в поле зрения командования и всего этого. Это очень чревато. И особенно, когда обстрелы идут в колонн, надо быть сосредоточенным, надо чувствовать расстояние между машинами, видеть, что сзади творится, потому что зону обстрела надо проехать максимально быстро, чтобы машина, не дай бог, не остановилась, потому что это препятствует движению. Сразу возник вопрос. Вам 19 лет, да? Вы уходите в армию. Вы, то есть, совсем юный студент, у которого в голове, возможно, планы, будущее. Вы хотите построить что-то, свою жизнь, что-то великое. И тут вы отправляетесь на войну. Какие у вас мысли? То есть, вы, возможно, даже не вернетесь завтра. Как это на вас повлияло и как сформировало вашу личность? Ну, у нас на тот момент воспитание, менталитет другой был, во-первых. Это был Советский Союз, это был приказ, дан приказ, значит, надо его выполнять. И большинство, большинство тех, кто в рядах армии служил, они не могли не исполнить приказ. Поэтому отнеслись к этому достойно, спокойно пошли служить. И, конечно, страх – это великая сила, двигатель всего. Без страха невозможно прожить, но приказ надо свой исполнить. Поэтому мы двигались, делали что-то. А было ли что-то, что вас мотивировало, например, в армии каждый день? Или был какой-то командир, который заряжал? Или вас, может быть, мотивировало возвращение домой? Наверное, мотивировало, скорее, возвращение домой. Командиры-то у нас там грамотные были. Они знали поставленную задачу, как выполнять. Ну, это уже их цель. А наша задача, нам уже конкретно сказали, какие движения делать, как это делать. Поэтому мы уже отклонений не было. Сейчас с таким большим опытом, тем более в организации вы не один, вас много. Какая проводится патриотическая работа среди молодежи? Ну, патриотическая – это в основном уроки мужества. У нас есть здесь учебно-методический центр возле пятой школы. Там все школы проходят двухнедельную воспитательную подготовку. НВП же сейчас в школах нету, и они там эту подготовку проходят. После подготовки мы с ними встречаемся, они там перед нами проходят строевые. Общаемся, рассказываем, как в армии было, как служилось. Стараемся. Главное, в молодежь влить дух вот этого наш крепкий. Потому что, знаете, служил же в армии, знаю, у нас много разного народу было. Но именно казахстанцы, кто служил, не национальности, я имею в виду, а именно казахстанцы. Потому что у нас казахстанцы были русские, украинцы, белорусы, они все там были. Мы искали друг друга, находили. И именно казахстанцев почитали всегда в армии, и таких разногласий с нами не было никогда. Поэтому, я думаю, это о многом говорит, что именно здесь воспитание всегда было выше на планку. Сразу, мне, например, интересует, какие вопросы дети вам задают? То есть, они знают, что вы через многое прошли? Ну, дети. Дети в основном задают, как страшно, не страшно, как война прошла. Наверное, стреляли вы, из чего стреляли? Стреляли. Ну, в учебке я вообще со всего оружия, которое имеется, мотострелковое, автомат, пистолет, пулемет, снайперская винтовка, гранатомет, подствольный гранатомет. Со всего этого, что было, мы со всего отстреляли. Но уже, когда в Афганистан попал, у меня был просто АКМ, 4 рожка, и я стрелял только с автомата. Там у нас пленных брали, с Паншера туда приводили, и их оружие там было, мы стреляли с этого, американское, как это... М-16? М-16, да, да. И как вам отличие М-16 от родного АК? Да, мне кажется, никакого отличия нет. Он чуть-чуть длиннее, но к нему надо привыкнуть. В принципе, мы-то с него стреляли по 2-3 патрона, чтобы попробовать. С Буру стрелял, там англичане много оружия пооставляли, еще 800 каких-то годов Буру, там ствол по 2 метра длиной. ППШ нашу я стрелял, тоже афганец приходил с деревни, у него ППШ был. Я с него стрелял. Я раньше видел ППШ по телевизору, видел, как в фильмах наши дедушки бегут с ППШ на перевес, в атаку. Когда я его увидел воочию и представил, что с ним вот так вот бежать, представляете, там в магазине 72 патрона. И вес этого, тяжелый, это очень, наверное, тяжело было нашим дедушкам бежать с ним в атаку. Меня интересует вопрос по поводу патриотических клубов. Вот что современному школьнику даст воспитание в патриотическом клубе? Знаете, патриотические клубы, они у нас как основным вот этим патриотическим воспитанием занимаются вот эти патриотические клубы. Я думаю, что то, что они дают сейчас, это надо просто приумножать, потому что много ребят, которые хотят этим заниматься, хотят в эти патриотические клубы ходить, но у них же сжато все маленькое. Да, но сейчас же у нас военные патриотические клубы, у них и боевые искусства, и сборка автоматов, и что только нет. Да, да, да. Это же подготовка к дальнейшей жизни вот этой молодежи, чтобы они понимали, что это такое. Поэтому не обязательно там, что ты будешь служить в армии, в дальнейшем же это как-то пригодится, то, что человек должен уметь сам за собой смотреть, ухаживать. Армия, наверное, в первую очередь вот это дает. Тот, кто прошел через армию, он уже сам может себя содержать, сам может как-то жить, наверное. Ну тут, наверное, подойдет цитата, что армия делает из тебя человека. Да, наверное, это то знание, которое остается на всю оставшуюся жизнь. Там ведь действительно приходят некоторые мальчики, которых всегда обслуживала мама или сестры, а тут приходят... А сейчас большинство у нас мальчиков, которых обслуживают мамы. А тут приходят кровать самому, застилать. Еще у них как видение все идет через интернет, у них в интернете у нас ничего не отсеивается, они же не понимают, что некоторые вещи это просто обман. Нужно это не читать, не знакомиться. Вот она вживую встретится, поговорить это другое уже. Поэтому мы стараемся предоставить такую возможность молодежи поговорить об этой войне. Самое проблематичное в войне в Афганистане в том, что 10 лет эта война там была. Отправляли туда армию, не просто так там решили, два человека подписали. Это же было решение в то время КПСС у нас было, это депутаты, это же все решили, отправили. Но когда мы вышли оттуда в 89-м году, надо было дать оценку этому всему мероприятию, для того, чтобы определить, кто мы такие. Оценку-то не дали, потому что вы знаете, что в 89-м это конец, это развал Советского Союза, никто оценку нормальную этим событиям не дали. Мы же невероломно захватили Афганистан, мы пришли туда помочь тому правительству, которое было на тот момент. То есть они между собой воевали, а мы им помогали вот этому правительству удержаться у власти. И что получается у нас на данный момент? У нас на данный момент и вот в 89-м году политики говорили, что мы истребляли афганский народ для того, чтобы себя пропиарить. Они говорили непонятные вещи. И сейчас есть такие, которые блогеры выступают, говорят непонятно о чем, они не понимают вообще суть армии, что это такое. А говорить такие вещи, как будто там жгли мирных жителей, убивали всех подряд, такого не было. Вот воочию те ребята, которые сейчас живы, прошли через этот Афганистан, мы хотим это донести до наших жителей, что мы служили в армии, как обычно. Да, приходилось воевать, потому что против нас воевал не чисто афганский народ. Там, я же уже был на завершении этой войны, там присутствовали наемники. Я сам лично их видел, потому что в полку у нас задерживали этих наемников. Француз там был и негр какой-то. Потом, это же уже поставки вооружения туда были с разных стран, с Европы, с Америки, с Китая поставляли вооружение. То есть за 10 лет они своих бандформирований подготовили против именно войны. Там же не воевали они с виллами против нас. Уже были стинглеры у них, у них уже были безоткатные орудия, они бомбили нас ракетами, вот этими реактивными снарядами. Потом они бомбили нас минометами. Поэтому это, а оценку этих событий не дали. И теперь вот мы сидим в ожидании, что кто-то объяснит это все. Ну, наверное, некогда политикам это объяснить. Я тоже, я очень часто сталкиваюсь с мнением, что люди говорят, что эта война была бессмысленной. Да. Зачем, почему пришли, очень много потерь и ушли. Смысл, видите, в чем был. Смысл в том, что этой войной мы предотвратили внутренние войны. То есть, когда был Советский Союз, целая огромная страна, внутри Советского Союза войн не было. Вы же видите. Если какие-то, тогда, видать, такие политики были, они знали, что делать. Почему-то была война в Афганистане. Тогда же эти события, они же в Ливии, в Сирии. И это все же было, это мы не обращали на это внимания просто. А внутри-то Советского Союза не было. И сейчас, когда Советский Союз развалился, на части проходят у нас же внутренние войны. Желтые революции. Поэтому, значит, не такие дальновидные сейчас политики у нас. Не должно этого быть. А сейчас, по вашему мнению, чем отличается армия нынешняя от той, в которой служили вы? Стало легче, может быть, или тяжелее? Ну, возможно, стало легче. Во-первых, служба в армии один год. Во-вторых, там то, что не нужно было, поубирали. Сейчас у нас узкая специализация идет. Армия небольшая, потому что страна у нас толерантная. Мы не собираемся ввязываться ни в какие войны. Но, тем не менее, миротворческие наши бригады отправлялись в Таджикистан, в Ирак, в Ливию сейчас отправили. Там тоже были. Если ООН какие-то просит, у них там какой-то же регламент, если есть необходимость, значит, отправляют. Но, главное, за год, чтобы молодежь подготовить, определить, что это такое армия, как этим заниматься, я думаю, легче, проще это сейчас. Как, по вашему мнению, служба в армии должна быть все-таки добровольной, либо каждый должен отдать долг Родине? Ну, я так думаю, или, может быть, это мое личное мнение. Я так считаю, что каждый должен отдать этот долг. Этот долг не Родине, это долг самому себе, понимаете? Это как бы защитники, это наша Родина, защитники Отечества мы. Если содержать большую армию и платить деньги большие, мы, может быть, этого не выдержим. Но вот то, что каждый отслужил и имеет какой-то навык и знает, в случае необходимости, значит, смогут поднять и вооружить, и отправить на выполнение каких-то задач. Часто сталкиваюсь с мнением, что люди говорят, мы же живем в мирное время за независимость, за годы независимости не было никаких конфликтов, не считая январских. Но зачем нам вообще армия? Может быть, нам нужно отказаться, как какие-то европейские страны? Либо нам все-таки нужна армия? Что бы вы сказали таким людям? Армия в любом случае всегда нужна. Во-первых, наверное, политикам там наверху виднее, какая она нам нужна, маленькая, большая. Но армия нужна для воспитания вот этой молодежи, вот которая идет, мужской, мужчины, идут в армию. Они по-другому воспитаются за этот год. У них восприятие жизни другое будет. Я вот сейчас вижу, кто отслужил в армии и кто не служил в армии. Это вот два разных человека. Поэтому я думаю, что она просто необходима. А то, что в мире, это нас, наверное, не касается в большой степени. А как вы думаете, почему сейчас молодые люди боятся службы в армии? И стоит ли вообще бояться ее? Ну, скорее всего, боятся, потому что у нас сейчас, как бы сказать вам, быстрее доходит то, что происходит в армии, быстрее доходит до нашего народа. Потому что сейчас интернет, сейчас телефоны, сейчас мы все знаем. Вот недавно погиб 10 дней. Он еще присягу не принял. Погиб. Сейчас разбирается только, что с ним случилось. Это один человек, понимаете. Кто-то один там покончил жизнь с собой. Но это же было всегда. Это было, потому что армия, она... Это большое количество народу. Если бы он погиб при жизни не в армии, а в простой жизни, этого бы никто не заметил. А так получилось, что он погиб в армии, и на это все обращают внимание, поднимается народ, начинают говорить. Конечно, это трагедия. Вы имеете в виду, что воля случая, она и в армии, и в жизни? Воля случая у нас всегда была, она и будет. Просто я знаю, что если собирается больше 10-15 человек, молодых парней, у них всегда будет между собой как трение. Потому что они не могут их... Они же не могут одно и то же думать. Они же воспитаны в разных семьях. Поэтому задача армии их отшлифовать, можно так сказать. То есть приравнять характер, да, усмирить примерно. Что по поводу дедовщины? Ваше время была дедовщина? Да, была дедовщина. Но она же везде разная. Как бы мы через нее прошли. Не сказать, что невозможного нет. Поэтому я думаю, что и сейчас есть где-то какие-то ущемления. В чем они проявлялись? Проявляется в том, что старший всегда пошлет младшего сделать что-то там. Принести что-то. Это всегда так было просто. То есть это иерархия, это не избиение. Да, да. Ну, избиение, это уже, наверное, крайний случай. Это уже, да. Можно сказать, что просто так никто не станет рукоприкладствовать в армии? Ну, наши ребята как. Они же не хотят сделать то, что такой же парень на год старше говорит. Вот так вот. Поэтому трение всегда получается. А какие мероприятия примерно у вас проводятся сейчас, к 7-9 мая? К 7-9 мая мы проводим, вот, строевую подготовку проверяем, по колледжам ездим. Потом встреча вот сегодня была в библиотеке Толстого, с молодежью встречались. К 7 мая вчера провели концерт в ДК Мирас. К 9-му сейчас, ну, вот эти, они у нас как бы не запланированы. У нас позвонят, допустим, эти все руководители колледжа, ой, как их, военно-патриотических клубов, они знают, мой телефон, все связывается. Позвонят, мы определяем, на какой день решаем, проводим. Если подытожить нашу программу, все-таки престижно идти в армию? Нужно или нет? Я думаю, обязательно нужно идти в армию. И это просто должно быть престижно, обязательно должно быть престижно. Потому что мы видим, что вот январские события, это вот 3 месяца назад было, когда народ унижал солдат, этого нельзя допускать. Это же наши братья, это наши сыны, которые идут служить в армии, они безоружные. А такое получилось. Такое нельзя допускать. Хотите поздравить наших телезрителей с 7 мая? Обязательно телезрителей поздравляю всех наших казахстанцев. День защитника Отечества, он сейчас у нас красным днем в календаре. Наверное, самое главное, чтобы наше небо было чистым, чтобы наше государство процветало, чтобы наша армия могла достичь тех целей, которые перед ней поставлены, чтобы наш народ уважал нашу армию. Это, наверное, самое главное. Спасибо большое. Наша команда присоединяется к этим замечательным поздравлениям. Но, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. До новых встреч. Оставайтесь с нами на телеканале «Кустанай». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова